Любительский азарт не зависит от величины водоема. Кто хоть раз подержал в руках удочку и поймал первую добычу, тот никогда этого не забудет. Рыбалка – одно из самых массовых увлечений и любимый вид отдыха горожан. Березина богата ихтеофауной. У нас обитают более 25 видов рыб. Самые популярные – щука, лещ, окунь, сом, судак и плотва. Для бобручанина Ивана рыбалка уже стала чем-то гораздо большим, чем просто хобби. С детства, с трех лет я с удочкой. И сын тоже самое. Скажите, а улов какой самый максимальный был? Или что-то вот, может, сама какого поймали здесь? Нет. У меня такое не клюет. А что у вас клюет? Бывает женщины. Сегодня рыболов со стажем живет в двух шагах от реки и каждый день выходит на промысел. Из снастей, садок, подсак и удочка. Секретов признается в этом деле нет. Главное, чтобы был результат. Вот заглазите, у меня клева не будет. Будет. Вон мужчина при нас поймал. Что он поймал? Такую? Маленькую, да. Ну, такое. Во надо. Впрочем, желания рыбаков не всегда совпадают с действительностью. Сегодня в нескольких областях Беларуси действует запресс на лов Сома. Ограничение продлится до 1 июля, а незаконная добыча нарушителям обойдется в копеечку, а может даже и сроком. Если незаконная добытая особь Сома стоит 4 базовых, то в период запрета это 12 базовых. Ну и, соответственно, вот поймали мы 7-8 особей Сомика. Сразу наступает уголовная ответственность. Кроме того, сегодня на Березине в границах Бобруйского, Кировского и Кличевского районов введен запрет на подводную охоту и троллинг. А еще не стоит забывать, улов в неположенном месте может стоить жизни. Специалисты просят рыбаков обращать внимание на линии электропередач и предупреждающие плакаты у водоемов. Вблизи линии электропередач рыбалка запрещена. Хорошо. Не знаю? Знаем. Знаете? И не ловит. В распоряжении рыбаков большое разнообразие удилищ легкие и изготовленные из современных синтетических токопроводящих материалов. Они представляют собой реальную опасность. Для поражения электричеством порой не требуется даже прямого контакта с таковедущими частями. Находясь на рыбной ловле, кодиерически запрещается ловить рыбу в водоемах под воздушными линиями электропередач. Запрещается проходить с поднятой вверх разложенной удочкой. Всяческого рода действия в непосредственной близости от электроустановок может привести к трагическим последствиям. В июле прошлого года рыбная ловля рядом с ЛЭП закончилась смертельным исходом. Этот несчастный случай хорошо запомнился рыбаку Ивану. И правила безопасности он уяснил навсегда. Не улезай, бо ступня. Сколько напряжения, как думаете, там? Ну, я думаю, десятка, а может больше. И что с человеком будет? Уголь. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Спасибо. Спасибо.